Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – «Система и виды уголовных наказаний». Мы рассмотрим следующие вопросы. Система и виды наказаний по действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан. Второй вопрос – это основные наказания. И третий вопрос – дополнительные наказания. Перечни установленных государством видов наказаний, данные в законе в определенном порядке с учетом их содержания и сравнительной тяжести, называется «Система уголовных наказаний». Система наказаний в Уголовном кодексе Республики Казахстан содержит точный и исчерпывающий перечень мер наказания, которые суд может назначить лицу, совершившему преступление, предусмотренное уголовным законом. Наказание делится на основании статьи 40 УК РК на основные, применяемые за уголовные проступки, основные, применяемые за преступление и дополнительные, применяемые только за преступление. Основные наказания, применяемые за уголовные проступки, эти наказания могут назначаться самостоятельно, к ним относятся следующие – штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, арест, выдворение за пределы РК иностранца или лица безгражданства. Вторую группу составляют основные наказания, применяемые к лицам, виновным в совершении преступления. К ним относятся штраф, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы и смертная казнь. Дополнительные наказания могут применяться только в сочетании с основными. Они не могут назначаться самостоятельно, а только присоединяются в дополнение к основным мерам наказания, усиливая карательное влияние наказания в целом. К их числу относятся конфискация имущества, лишение специального воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, а также лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, выдворение за пределы РК иностранца или лица безгражданства, а также лишение гражданства. Штраф, как вид наказания, является денежным взысканием в пользу государства, назначаемое в пределах определяемых уголовным кодексом и в размере, соответствующем количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством и действующих на момент назначения наказания, либо в размере суммы или стоимости однократной суммы взятки. Исправительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду по основному месту работы с вычетом из его заработка в доход государства от 10 до 50%. Исправительные работы назначаются в пределах от 20 до 200 месячных расчетных показателей за уголовные проступки, а за преступления в пределах от 200 до 10 тысяч месячных расчетных показателей. Привлечение к общественным работам предусмотрено статьей 43 УК РК и состоит в выполнении осужденными, не требующих определенной квалификации, бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах. Ограничение свободы, как вид наказания, заключается в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от 6 месяцев до 7 лет и принудительного труда по 100 часов ежегодно. Этот вид наказания является основным и может назначаться только за совершение преступлений. Этот вид наказания применяется по месту жительства осужденного без изоляции от общества. Еще одним видом наказания является лишение свободы. Оно заключается в принудительной изоляции осужденного от общества в течение установленного в приговоре срока, осуществляемой путем помещения его в предназначенные для этого учреждения в целях исправления осужденного, а также предупреждения новых преступлений, как им самим, так и другим.